Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите Проходняк. С вами главный проходимец канала Gameland TV Ace. Шутки кончились. Говорить будем серьезно. Субтитры делал DimaTorzok Собственно, прохождение игры займет от 50 до 120 часов. Поэтому я расскажу о сюжетных боссах. Но сначала немного о геймплее. Игра представляет из себя классическую японскую ролевую игру. Бои в игре пошаговые. В начале каждого хода игрок выбирает действия, которые впоследствии будут выполнять герои. После чего начинается бой, в котором герои и враги навешивают друг другу удары в порядке живой очереди в зависимости от своих параметров. В игре два типа героев. Смертные и бессмертные. Смертные учат скиллы сами по себе при левел-апах. А бессмертные тянут их из смертных напарников через систему скилл-ринг. Накапливание опыта происходит после каждой битвы. Тебе выдают очки опыта для автоматического повышения левела героев. И специальные очки, которые тратятся на учение новых скиллов в бессмертных. Кроме как через скилл-ринг, скиллы можно учить и через различные аксессуары, вроде перчаток, очков, сережек и т.т. и т.п. В бою также надо использовать кольца. Их можно находить или создавать самому в специальном меню ринг-ассемблер. Также можно делать сложные, многозадачные кольца. Каждое кольцо наделяет оружие различными дополнительными свойствами, вроде поглощения жизни или элементального урона. Прикол в том, что почти каждый враг имеет свой тип и свою элементальность. Например, враг относится к типу «зверь», с элементальностью «вода». Значит, против него используй кольцо «бисткиллер» или кольцо «земли». Запомни, огонь хорош против ветра. Вообще, против ветра все хорошо. Ветер против земли. Земля против воды. А вода против огня. Запомнил? Такой же принцип и у магии. Одинаковая элементальность может не причинять вред, а наоборот, лечить врага. Поэтому смотри, чем и кого ты бьешь. Используй специальный скилл, который позволяет видеть информацию о противнике. Герои и противники формируют систему стены. Она выражается в виде очков Guardian Conditions. Сумма здоровья всех героев первой шеренги. Чем выше уровень стены, тем меньше урона получают герои второй шеренги. Босс номер один. Тяжелый танк. Бей по очереди по правому и левому борту, так как танк переключает защиту. Когда поднимет лезвие, ставь блок. Если мало здоровья, используй аптечку. Босс номер два. Грилган. Прокачайся до 12-го левела и вперед к боссу. Элемент босса — ветер. Поэтому надень на кайма огненное кольцо. Крылатый, тварь, надо бить каждый ход. Меньше шансов нарваться на читерскую атаку. Сет использует на кайме пауэрдринку. А дальше лечит всю остальную команду. Янсен на себе кастует шилд, а потом бьет флеером. Советую надеть на всех амулет от яда. Антидот бруч. Или сет использует лечилки от яда. Как только у Грилгана останется примерно 300 здоровья, атакуй его всей командой. Босс номер три. Боги Морей. В локации Grand Staff Constructions Base отдай все съеды кролику в вазе. Взамен ты получишь адамантовый меч и кольцо. Закупись у торговца тремя амулетами от паралича. Yellow Band. Если уровень не ниже 16-го, можно в гости к боссу. Большая змеюка собирает ман через своих прихвостей. Не дай миньонам ее накапливать. Защищай себя заклинанием All Barricade. Надевай огненные кольца. Кайм и Сет бьют по разным жукам. Янсен кастует призму. В итоге все миньоны сдохнут. Миняй кольца на водные и адамантовые, используя заклинание Аква и атакуй змею. Появятся новые враги. Повтори ту же тактику. Босс номер четыре. Отряд из Нумары. Битва начинается почти сразу после предыдущего босса. Советую подлечиться в магической сфере рядом. Одень бруйсер-ринг и используй магию Old Shield. Кайм и Сет атакуют каждый раз разных солдат первой шеренги. Янсен кастует призму. И сразу несколько вражин отдают богу душу. Потом используй быстрые заклинания на магию. Босс номер пять. Всадники Нумары. Сет кастует Old Shield. Янсен призму. Кайм атакует по очереди всех воинов первой шеренги. Лечись аптечками. Они быстрее, чем магия. Потом переходи к всадникам. Босс номер шесть. Обсидиановый Мязн. Прокачайся до двадцатого левела. Используй кольцо против магии и Олл-барракуду. То есть баррикаду. Важно успеть отрубить щупальца С. До того, как Мязн высосет энергию из Кук. Янсен атакует самой быстрой магией. Теперь надо отрубить остальные щупальца. Скилл Кук. Кастинг Суппорт. Увеличивает скорость кастования Янсена. Когда Мязн освободит Мака, усыпи парнишку с заклинанием Слип. С первого раза может не получиться. В это время Каин и Сет должны держать блок, а Кук лечить раны зефиром. Чтобы добить монстра, забрасывай его огненными бомбами и заклинанием Флэр. Босс номер семь. Тяжелая пехота Нумары. Несмотря на внушительную толпу, атаковать будут только Чемпера. Защищайся магией Олд Шилд. И используй кольца Бруйсер Ринг. И огненную магию на каждом противнике. Что происходит? Я не могу видеть! Я не могу видеть! Что это? Что это? А? 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 Босс номер восемь. Магический тяжелый танк. Каин и Сет одевают Джемминг Ринг и атакуют танк-юнит, который увеличивает общую стилу танка. Кук кастует Олд Шит. И потом помогает Янсену кастинг-саппортом. Маг увеличивает силу Кайма и Сет с помощью Пау-дрил. Янсен использует призму. После переходи к Кэнон-юниту, то есть пушке, и остальным частям танка. В случае необходимости маг лечит раненых аптечками. Босс номер девять. Старая ведьма. Одевай кольцо Magic Killer или Бруссеринг. Главное, чтобы кольца не несли элементальный урон, так как разноцветные светлячки каждый раз меняют элементальности случайным образом. Маг усиляет Кайма магией Пауэра и использует магию Гэмбл. Кук помогает Минг кастинг-саппортом. Минг использует неэлементальное заглянание Форс. Прокачайся до двадцать восьмого левела, битва будет сложной. Закупись аптечками и бутылочками маны в деревне Тоск. У выхода тебя ждет бой с буйной королевой, больше похожей на Киви-мутанта с красными глазами. Маг кастует Миндус на Саре. Минд кастует Олд Шилд. Сосредоточь все атаки магов на королеве. А первый ряд должен держать блок. Когда королева зачарует одного из своих, убей его как можно быстрее. Используй магию Винда. Королева может сбежать с поля боя. Снова найти ее можно рядом. Небольшая заметка. Жизнь королевы при побеге не восстанавливается. Босс номер одиннадцать. Манталас. Советую надеть на героев Йеллоу Бенд против Паралича. Манталас и его помощники уязвимы к земле. Маг должен усилять напарников с заклинаниями Миндус и Повирус. Защищай всех героев Олд Шилд и накапливай Олд Граунд с помощью композитной магии Минк. В то же время атакуй всех помощников Манталаса, чтобы понизить уровень Гвардин Кондишн. В итоге, к концу следующего хода, Минк ударит достаточно сильно, и Манталас скроется в воде. Разберись с новыми врагами и жди ее скорого появления. И так несколько раз. Босс номер двенадцать. Гангора. Битву невозможно выиграть, но можно проиграть, если ты умрешь в первые пять ходов. После заставок убегай, что есть мочи, обратно к кораблю. Босс номер тринадцать. Динозавра. К динозавру в конце Ледяного Каньона персонажам до тридцать второго левела лучше вообще не подходить. Запасайся амулетом, который поглотит атаки, и скиллом Вепон Гард. Первый можно найти в локации Близзард Пик, в самой первой части снизу. А второй ты получишь, изучив предмет Сворд Тичингс, который можно купить в торговом городе Саман. В начале битвы у тебя будет время кастануть защитные и вспомогательные заклинания вроде Олд Шит и Олд Джейнеры. Бойцам одевай кольца Спартан Ринг и Био Киллер. Или им подобные. И режь врага обычными атаками и скиллом Пауэр Хит. Так меньше вероятность контратаки. Не используй скилл Комбо. Лечи бойцов заклинаниями Зефир и Зефира. В какой-то момент босс использует фармейшн-атаку. Все герои встанут в один ряд, снимая на нет всю систему стены. Поэтому своевременное лечение очень важно. Босс номер четырнадцать. Брэнни-поезд. На тебя нападут несколько страйкеров и лэндвокеров. Тактика против них проста. Включай Олд Шилд, надевай кольцо против механических врагов и бей их обычными атаками и магией воды. Поставь защиту от сна, иначе слипшоты не дадут тебе атаковать. Вскоре появится сам босс. Иногда бронепоезд включает временную защиту от физических атак. В эти моменты физические атаки бесполезны. Просто продолжай кастовать на него водную магию. Иногда босс стреляет магической пушкой. Продолжай бить, не останавливаясь. Босс номер пятнадцать. Живой лёд. Битва произойдёт у обломков на железной дороге. Советую предварительно прокачаться до тридцать четвёртого уровня. Янсеном кастуй защитные заклинания Олд Баррикада и Олл Шилд. Усиль Минк с заклинанием Миндус и кастуй Дженерада для регенерации здоровья. Кук должна использовать свой скилл Кастинг Суппорт на Минк, который должна постоянно закидывать босса с заклинанием Гроунда. Маг поможет своим спелом Гамбл. Босс номер шестнадцать. Магический зверь. Прокачайся до тридцать шестого уровня. Есть два способа прохождения этого босса. Первый — классический. Сет усиляет остальных пауэр-дринками. После бей врага до смерти. Используй кольца Бисткиллер и Импадокер. Если нет пауэр-дринков, используй скилл Эверд Метал Толтона или Пауэр Спелл. Второй вариант — атаковать погрузочный кран до тех пор, пока ракеты не упадут на босса. В этом случае ты не получишь ни опыта, ни предметов после его смерти. Босс номер семнадцать. Ледяной магический зверь. Уровень нужен тридцать восьмой, не ниже. Перед битвой Минк должна выучить скилл Антифриз. Изучи предмет Варм Вест, а потом экипируй им кук. Янсен и Минк накладывают чары Кавера и Олд Баррикада и Олд Шилд. Кук использует пауэр-дринк на маке. Мак бьет пауэр-хит по боссу. В этой битве важно держать мака живым до самого финала, так как магические атаки остальных героев босс возвращает обратно. Используй спелл Зефира. Босс номер восемнадцать. Античный демон. Прокачайся хотя бы до сорокового левела. Демон отражает все магические и физические атаки. В этом ему помогают два кейстоуна. Одевай скиллы и поглощение магии атаки. Экипируйся кольцами против затвердевших врагов. Хардель. И бей кейстоуны по одному скиллами пауэр-хит. Босса оставь на потом. В это время маги кастуют Олд Баррикадус и Олд Шилдус, а также Пауэрус на Сет и Кайме. После этого используй Форсеа на каждом помощнике. Сет в случае необходимости лечит всех аптечками. Как только кейстоуны будут повержены, меняй Каиму, Сет и Сетут кольца на спирит-киллеры и им подобные. А Минк и Сара забрасывают босса спеллами Форсеа. Босс номер девятнадцать. Артрозавр. Экипируй Сет и Кайма кольцами ветра и кольцами против зверей. Атакуй Артрозавра пауэр-хитом, а Сету ставь кольцо усыпления. Тогда босс может на время заснуть, пропуская ход. Минк и Сара кастуют Каймеру и Олд Баррикадус. После используй атакующую магию ветра. Остальных Артрозавров надо побеждать на время, пока они не доплыли до Нумары. Плыви к самому ближнему на Наутилусе и усыпляй магией. Бойцы в этот момент должны стоять в блоке. Как только гад заснет, жми, фли и убегай из битвы. К следующему. Усыпил трех с четвертым. Бейся. Возвращайся к первому соне и далее по порядку. Босс номер двадцать. Каканас. Битву невозможно выиграть, если не изучить всем скилл Толтона Апсоргард, который в девяносто девяти процентов случаев блокирует похищение маны и здоровья. Одевай кольца против механических врагов и атакуй пушку Коконоса на его танке. Она бьет больнее всего. Кастуй Оул Шилд и Паверус. Потом забрасывай врага с заклинаниями фарсе и переходи, собственно, к танку Коконоса. После уничтожения центрального танка переходи к танкам поддержки. Босс номер двадцать один. Мерзкие святые. Прокачайся перед битвой с мерзкими святыми до пятидесятого левела. Изучи скиллы Апсорб Файр из предмета Сарас Ноутбук, Апсорб Вотер из предмета Блу Дрэгон Ай, Апсорб Эрс из предмета Пипоп Колор, Апсорб Винт из предмета Анрайс Плам, Апсорб Маджик из предмета Тарисман, Нуллифай Ол Элемент из предмета Кват Элемент Амулет, а также скиллы Авто Барьер Э Элемент Резистанс, Антислип и Анти Петрифай. Самый главный предмет Кват Элемент Амулет лежит внутри печати королевской семьи Ухлей в деревне Келолонов, в центре карты. Атакуй красного святого магии огня, зеленого ветром, желтого землей, синего водой, белого шэбл, черного заклятием окаменения, золотого, бей мячом. Босс номер 22. Светящийся магический зверь. Перед битвой советую прокататься по миру и просчищать секретные данжены. Обязательно экипируй всех скиллами восстановления здоровья. Враг лечится от магии, поэтому бей его вручную. Магами косты усилительные и защитные заклинания. Зверь меняет свой элементальность каждый ход, поэтому следи, какими колечками ты его бьешь, либо используй бист-киллер высокого уровня. Босс номер 23. Финальная битва. Гангора. Последняя битва сильно заскриптована. Участвует только четверть героев, а смертный помогает своими скиллами со стороны. Используй самые мощные свои скиллы и заклинания. Самые действенные – это ультиматум-хит, тройное комбо, дибайт и левелер. Во второй фазе Гангора начинает использовать свой скилл манипуляции, но он будет промахиваться каждый раз, если на героях стоит элемент-резистанс. Он также меняет свои характеристики каждый ход, поэтому не забудь одеть скилл ультимат-анализ или мимоподобный. Конечно, боссы – малая часть самой игры. Много времени уходит на исследование локаций, поиск тайников. А ведь есть еще и секретные боссы, да и обычные враги заставляют понервничать. Но я устал. Я ухожу. То есть конец программы. Жду ваших писем. С вами был уставший проходимец Эйс. КОНЕЩЕЙВАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ